итак дамы и господа сегодня у нас на рынке просто черный понедельник и нужно одевать всю свою броню чтобы выдержать такой накал страстей такие движухи перед вами фьючерс на индекс ртс вчера вчера он закрывался на уровне сто двадцать две четыреста семьдесят тысяч пунктов сейчас сто десять шестьсот пятьдесят то есть движение более 11 тысяч пунктов и мы сейчас находимся на третьей планке но обо всем давайте поподробнее дело в том что последние несколько дней за последние буквально пару дней господин трамп обвинил россию и иран химической атаке в сирии написав твиттере а также добавив что организаторы химической атаки дорого заплатят за множество погибших в этой ситуации соответственно после чего выходные же сейчас у нас понедельник напомню выходные были приняты санкции расширены санкции в том числе которые коснулись компании русал олега дерипаски частности и вот в китае где торгуются эти бумаги в том числе основной объем на утро понедельника данной бумаги падали в моменте на 50 процентов на 50 процентов в россии у нас тоже торгуются данные бумаги и конечно же они тоже просели давайте посмотрим насколько и вот мы с вами видим в пятницу данные акции компании русалов закрывались по уровню 34 и даже не закрывались а торговались по 34 потом начали снижаться снижаться и сегодняшний гэп застал всех расплох на уровне 15 они открылись то есть падение более чем на 50 процентов то есть это просто вот на триггер это плюс русал сообщил о том что он вполне допускает технические дефолты в связи с новыми санкциями но есть такой крупняк говорит о технических дефолтах но это просто рыночная паника я считаю что в совокупности а вот санкции заявление экзамен трампа и плюс русал ситуация с ним все это вместе вызвало вот такую панику которая привела к мощнейшему движению по ртс более чем на 7000 пунктов с утра и более чем на 10 со вчерашнего дня то есть с пятницы также на утро пришла информация о том что россия созывает экстренное заседание совбеза оон решили я так понимаю сыграть на опережение связи с угрозами миру и международной безопасности об этом в общем то сообщили утром встреча состоится это в понедельник участники обсудят в том числе ситуацию в сирии ну соответственно пишут что ранее появлялись как раз эти сообщения об атаке с использованием химоружия поэтому сегодня недельник будут это все дело обсуждать возможно накал страстей немножко спадет потому что вот такое количество планок я не видел уже с 14 года то есть за последние четыре года такого не было и движение ртс более чем на 10 процентов а в моменте он падал более чем на 10 процентов много лет я не видел и многие трейдеры которые являются участниками курса участниками мастер-группы также такого не видели потому что ну это биржевая паника это стадия торгового хаоса финансовый апокалипсис и черный понедельник и все это в одном коктейле на утро понедельника вот такой сюрприз нам подготовили западные коллеги если можно так назвать меня тоже была сделочка на пробой здесь такой консолидации есть я взял цель сайте вот это это было просто цель нашим цель маленькая цель 300 400 пунктов стандартная вернее цель а потом движение прошло такое планки и так далее но на банках торгать не стоит планки это защитный механизм биржи в рамках которых биржи приостанавливает торги не дает выставлять ордера на покупку ниже нижней планки и сделки сжать невозможно это для того чтобы они понемножку пирот но мы видим что планки открывались 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 и вот до 3 дошли от 3 пытаются сейчас отскочить хотя бы немножечко отскочить в общем накал страстей высок сегодня на заседании оон совбезы я думаю что может быть немножко это немножко успокоит какая-то риторика послушаем посмотрим что там будет сказано ну и конечно же мы наблюдаем активно наблюдаем за рынком участие принимаем крайне редко потому что в такой ситуации стоит просто подождать за чашечкой чая где-нибудь в сторонке в кэше и последить за тем что будет дальше потому что либо рынок успокоиться и хорошенько отскочит и дальше встанет боковик либо он продолжит движение вниз если на совбезе он накинутся на нас если господин трамп будет продолжать угрожать нам в твиттере теперь это такой современный метод угроз и в общем и целом будем следить и ребята прошу вас пожалуйста осторожней на таком рынке это рынок который был 2008 2011 2014 и возможно 2018 год такой вроде красочный чемпионат мира выборы различные события может быть он будет омрачен вот этой апрельской мощнейшей коррекции которая вот-вот начинается только на нашем рынке что ж пока с вами берем паузу спасибо за внимание и на связи ребята отскок пошел но можно хоть шлем снять а то жарко в нем